Приветствую вас, Светлана. Я, правда, не очень, не очень понимаю, зачем вы задаете анонимный вопрос, а потом, соответственно, пишите от своего имени наравне с другими экспертами. Вот. Кроме того, у вас есть функция Дополнить. Вот, вы можете дополнить свой вопрос, так оно будет лучше. Теперь давайте разберем ваш текст. Прошу дать совет, как быть сыном и подростком. Психологи не дают советов, психологи помогают разобраться с проблемами человеку. Вот, но советов не дают, поэтому здесь вы немножко ошиблись. Это первое. Второе. Сын подросток, это, соответственно, бунт, это, соответственно, протест, это, соответственно, борьба за свою самостоятельность. Вот, это попытка показать, что он знает, что он все умеет, плюс отсутствие мужчины, как бы, накладывает отпечаток. Вот. Что по вашему тексту я могу сказать, да, про вас глобально, что вы производите впечатление очень сдержанного, тревожного человека, который рассуждает достаточно логично, рационально, но слабо проявляет свои чувства. На это указывает то, что вы не встретили мужчину после развода. Также, на то, что вы не встретили мужчину после развода, указывает и тот факт, точнее, тот факт, что вы не встретили мужчину после развода, свидетельствует о том, что, скорее всего, вам ничего не интересно глобально, то есть у вас нет своего увлечения, у вас нет своего интереса, у вас нет чего-то, чего-то такого, чтобы вас, чтобы вас завлекало, чтобы вас вдохновляло. Да, вы работаете, но, как бы, по большому счету, нет ощущения, что вы, вот, движетесь куда-то к какому-то цели, что вы развиваетесь, что вы увлечены своим делом. И, соответственно, вы не можете увлечься этим делом и своего сына. Дальше, не очень понятно, общается ли сын с отцом, но, если сын с отцом не общается, очень важно, чтобы он общался с ним. Вот, очень важно, чтобы вообще был мужчина, если это не его отец, то хотя бы какой-то родственник, там, дядя, кто-нибудь. Вот, исходя из вашего текста, получается, что вы только у него одна, и все, больше родственников нет. Дальше. Так, сын, 14 лет, отличник был, очень начитанный и умный. Ну, вот здесь, лично у меня, есть стойкое ощущение, что отличником он был для вас, пока вы были для него авторитетом. То есть, вероятно, вы смогли за счет своей строгости, за счет своей рациональности, за счет своей логичности мышления, какое-то время быть для него авторитетом. Но, когда, как бы, он по мере взросления стал естественным образом критиковать ваши утверждения, да, например, то, что вы говорите, что сложно, а что не сложно, что просто, а что не просто, да, вот, то есть, эти такие вот оценочные суждения он начал критиковаться естественным образом, и ваш авторитет начал моментально падать. То есть, этот факт, что он отличник, если он был отличником, говорит о том, что ему это неинтересно, так же, как неинтересно и вам, судя по всему, в жизни что-то. Вот, я не знаю, может быть, я, может быть, я не прав, но выглядит все так. То есть, если человек был отличником, значит, он был отличником ради чего. То есть, если он перестал быть отличником, значит, это что-то потеряло для него актуальность. Вот, и, скорее всего, это важный авторитет, ну, может быть, что-то другое. В любом случае, здесь очень важно ваше отношение к тому, что он отличником был, ваше отношение к оценкам и ваше отношение к его учебе. И, вообще, что для вас главное, что для вас важно. Дальше. Очень носительный и умный. Ну, такое ощущение, что вы этим гордитесь. То есть, как бы, вот, носительность и ум, да, вы считаете плюсом в ребенку. А носительность и ум плюс тогда, когда хорошо развита эмоциональная сфера. То есть, когда носительность и ум помогают выражать эти самые чувства. Помогают выражать импульсы, помогают выражать, так сказать, все то, что в человеке есть. Помогают выражать духовное, условно говоря. Ну, вот, если кроме носительности и ума ничего больше нет, а у вашего ребенка, судя по всему, есть проблемы с выражением чувств, с чувствами, которые он держит глубоко в себе, и связано это с тем, как вы себя ведете, и связано это с вашей рациональностью, вот, которая, и как я понимаю, перемежается слезами, вот. В этом случае, носительность и ум не являются плюсом, а являются скорее тем, что ребенка изолируют от, ну, условно говоря, от окружающих. Дальше, последние несколько лет начались проблемы с взаимоотношениями. Ну, последние несколько лет совершенно нормально, там, что-то подростковый возраст, в подростковом возрасте портятся отношения у детей с родителями абсолютно естественным путем, это абсолютно нормально, в этом нет ничего такого, в этом нет ничего ужасного, в этом нет ничего страшного, страшного. Важно, опять же, то, насколько крепкая связь между вами и ребёнком. Этой духовной связи у вас, по крайней мере, я не почувствовал. Дальше. Воспитываю строго, но стараюсь дружить. Так, ну вот давайте мы здесь немножечко с вами опустимся сейчас вниз. Да? И перейдём к тому, что вы понимаете под строгим воспитанием. Строго, в моём понимании, это не принуждение, это обоснованные просьбы, которые ребёнок должен выполнять. Вот смотрите. Начинается. Обоснованные просьбы. Обоснованные кем? Обоснованные чем? Что делать, если я не согласен с тем, что эти просьбы являются обоснованными? Что делать? Что делать, если я не согласен с тем, что я должен выполнять эти просьбы? Вот что делать с этим, если я не согласен? То есть какой аргумент в пользу того, что я должен это делать? Какой аргумент? Непонятно. К примеру, мы с ним с детства уговаривали, что я готовлю, а он моет посуду. Хорошо, Лапыч. Если я однажды решусь, то я не хочу больше мыть посуду. Какой мне резон мыть её? Вы говорите, мы уговаривали с детства. То есть вы строите отношения со своим сыном на основе договоров. Ну, договор предполагает выгоду. И выгода это она в первую очередь чувствуется. А беда в том, что готовите вы всё время. Беда в том, что еда в современном мире не является чем-то таким сверхценным. Понимаете? И если в детстве это было актуально, то сейчас уже нет. Ребенок знает, что вы будете готовить в любом случае. А посуду вы можете помыть тоже. И если бы первый раз, когда он первый раз не помыл посуду, вы просто перестали бы ему готовить, он бы хотел голодным. Вот тогда бы это имело бы эффект. В этом я считаю, нет ничего сложного. Опять же, видите, в этом я считаю, нет ничего сложного. А я считаю, что это сложно. Я считаю, что это сложно. И... То есть это можно оспорить. Это немножко не те основания. У ребенка есть обязанности, и они не сложные. Но опять же, кто эти обязанности мне вменяет, да? И кто как бы решает, что сложно, а что нет. То есть... Я могу сказать, что это сложно. Он может сам себе приготовить еду, постирать и зашить вещи. Ааа, ну... Опять же. Опять же. Если он может сам это все сделать, он заказывает вопрос, какая у него мотивация это делать. Ну все. Мотив какой. Дальше. Я люблю его, но сосюкаться не умею. Можно его научиться. То есть, опять же, вы обращаетесь к психологу только сейчас, зная, что вы не умеете сосюкаться, зная, что вы не можете проявлять свои чувства, и вы хотите, чтобы ребенок к вам проявлял чувства. О каком проявлении чувств со стороны ребенка вы говорите, если вы сами эти чувства не проявляли, вы не научили его, вы не показали ему, как проявлять чувства, и вы хотите какое-то сочувствие, вы хотите какую-то симпатию, вы удивляетесь, почему он такой закрытый. Он такой человек. Почему? Потому что вы такой человек. Когда вы пишете, что вот я такой человек. Вот, вот, вот. Вот вы такой человек. Все. Дальше. Дальше. Возможно, это моя проблема, она меня пугает перспективы его дальнейшей жизни. Давайте не будем про дальнейшую жизнь, это еще как бы не насущная проблема. Со своей дальнейшей жизнью я подозреваю, он справится, а вот вашу проблему нужно решать здесь и сейчас. Я не понимаю, что это происходит. Ну, так, а вот вы говорите, вы не понимаете, что это происходит. А с вами что происходит, что вы не можете проявлять нежность? Вы говорите, вынуть и вынуть из его глубин души откровенный разговор не получается. Так как? Если вы, если вы сами, получается, в себе закрыты, если вы сами мыслите только логикой. Он на данный момент не планирует ничего. В смысле, что именно? Я боюсь упустить, так же боюсь посадить на шею. А чего именно вы боитесь упустить? Все, что вам нужно, это показать ему ответственность, его самого за себя. Не очень понятно, чего именно вы боитесь упустить. А вот посадить на шею можете, если будете, по факту, демонстрировать ему свою беспомощность и не следование своей же позиции. Очень много пишут в интернете матери, у которых сыновья во спли, сидя дома за компом не работают и огрызываются. Ну, а вы как бы о проблемах этих матерей в курсе? Дальше. Итак, что воспитываю, строго разобрал. Второе – дружить. С одноклассниками сына отношения отличные. Смотрите. Нельзя дружить со своим ребенком. Вы для своего ребенка мать. Мать – это не подруга и дружить вы не можете. Здесь нарушение личной границы. А, скорее всего, перенос и какое-то желание видеть в нем мужчину, которого у вас нет, два. Дальше. С одноклассниками сына отношения отличные. Я не очень понимаю, зачем вам, его матери, дружить с одноклассниками сына. Есть ощущение, что вы как бы стараетесь его контролировать. Есть ощущение, что контроля очень много. Есть ощущение, что у него проблемы с личными границами. Есть ощущение, что он как раз таки уходит в свой внутренний мир, потому что там вы не сможете его контролировать. В реальном мире он чувствует себя несвободным. Дальше. Они меня уважают и общаются с другими. Я не очень понимаю, зачем нам общаться с друзьями с сыном, честно говоря. Сын по психотипу одиночка. А психотип вы ему сами поставили? Или как? Вы психодиагност? Или может быть в школе у вас есть психолог детский, что вы знаете его психотип? Кроме того, такого психотипа как одиночка, я что-то не припомню. Именно что одиночка. Это скорее социальная роль, но для психотипа это немножко другое. Дальше. В основном сидит дома, гулять не ходит, куда-либо вывести его проблемы. Это не про одиночество, это немножко про другое. Это про тип личности. И это не одиночка. Ну это как бы вот предпочтение внутреннего мира миру реальному. Потому что реально мир угрозы. Читает много фантастика в основном. Ну иллюзии. Иллюзии это расщепление. Скорее всего это неоправданные ожидания, которые он думает и у вас по отношению к нему. Вероятно я ошибаюсь, но пока что выглядит так. В усыне есть домашняя обязанность, которую он выполняет спустя рукава. А какой ему мотив выполнять их не спустя рукава? Какой мотив? Просто подумайте. Какой мотив? Вот объясните мне, какой мотив мне выполнять домашние обязанности? Дальше. Ленивый и безответственный. Ну ленивый, потому что нет мотива. Безответственный, потому что не научился ответственности. Вы его не научили ответственности. То есть правильнее здесь было бы сказать, я не показал своему сыну, что такое ответственность. Почему? Потому что я такая же безответственна по отношению к себе. Нет, я работаю, я его воспитываю, но я безответственный по отношению к себе. Я не построил отношения, я продолжаю свои чувства, я, вероятно, не удовлетворена. Как я ни стараюсь, не получается ему привить хотя бы ответственность передо мной. Ну вот понимаете, да? Понимаете, в чем проблема? Вы даже не отдаете себе отчет, что главная ответственность не перед вами, а перед ним самим. Вы же, вы же, ставите себя выше него, что предполагает наличие с вашей стороны ожиданий от него, что в свою очередь давлеет над ним. Еще раз, ответственность не перед вами основная, а перед ним самим. Сейчас мне на несколько дней приходится уезжать из дома. Нет, видите, здесь жертвенная позиция. Приходится уезжать из дома. Я решила на несколько дней уезжать из дома, не приходится. Понимаете, не приходится. Решила, уезжала. Так вот, он начал прогуливать школу, а какая ему мотивация не прогуливать школу, не гулять с собакой. А какая мотивация ему гулять с собакой, почему ему собаку не жалко? Если нет интернета, я один раз отключал при отъезде. Это что, рэкет какой-то или что, наказание, что это, зачем? Он все равно просто лежит с своими днями и читает. Ну, правильно. В общем-то. Последний косяк просто ввел меня в стопор. Почему вы считаете, что это косяк? Вы знаете вообще, что такое косяк? Ну, вот слово косяк. Вот вы употребляете это слово косяк. Вы его значение знаете? Если нет, почитайте. Потому что, ну, здесь очень сильный идет разрыв между тем, что вы чувствуете и тем, как вы выражаете свои чувства. Знаете? Так, попросила его, так, ввел меня в стопор, чтобы в щек. Щек очень удобная позиция для жертвы, чтобы не брать ответственность на себя за то, что произошло. Вот. Так. Попросила его вернуть в мой планшет на основании того, что это моя личная вещь. Вот. Вы с ребенком общаетесь как юрист на основании того, что это моя личная вещь. Вы бы еще сказали по закону, мне, мне положено. Вот. Мой планшет. Все и все. Ну, правда. Вы не сказали ребенку, я хочу планшет, мне он нужен, мне он необходим. Нет. На основании того, что это моя личная вещь. Вторая причина была его плохая успеваемость, то есть наказание. Ну, наказание всегда вызывает агрессию. То есть плохая успеваемость никак не связана с планшетом, но если планшет это то, что должно поддерживать его хорошую успеваемость, то извините. У меня для вас не очень приятная новость, что ваш ребенок ничего не делает просто так. Так. Дальше. Какое значение для вас имеет его успеваемость? Опять. Он начал получать двойки. Ну, и что? И что? И что такого, что он начал получать двойки? Ну, не хочет он учиться, неинтересно ему это. Что такого? Так. Значит, учеба дается ему легко с самого начала. А это вы к чему? Ну, вопрос, почему он не возвращает, а отвечает, что просто не хочет. Ну, вот видите, он говорит, он то искренне. Он то искренне. Он говорит, что я не хочу возвращать тебе планшет. И мое желание важнее, чем твое. А вот вопрос, почему ребенок свое желание считает важнее, чем ваше желание. Этот вопрос стоит вам задать. Ведь он отражает то, как вы относитесь к себе самой. Силой отобрать не могу. Вот у вас какие-то все карательные меры, знаете, наказать за что-то, что вышел. На основании того, что личная вещь. Какие-то все, знаете, проявления жесткости. У вас. Дальше. Сын уже выше меня, 182 рост. Мужчины, чтобы с ним поговорить, нет. Ну, так это опять же к вам вопрос. Почему нет мужчины? Как-никак 10 лет прошло. Да? То есть, понимаете, вот сын, ваш сын не чувствует, что вы женщина. Вы не ведете себя как женщина. Если бы вели себя как женщина, вы не как мать, не как, не знаю, сотрудник вашей работы. Именно как женщина. Если бы вы себя любили, то вы бы и мужчину нашли бы себя. И сын бы видел у вас женщину, себя бы чувствовал мужчиной и понимал бы ответственность. Чувствовал бы ее. Дальше. Так. То это бесполезно. Никакие договора, спокойно договор по душам. Даже мои слезы на него не действуют. Так. Ну, слезы это манипуляция. Договор это, по сути, обесценка вообще всего. И воспитание культуры, условности. А вот договор по душам, это как? Вам бы активное слушание изучить, ясное общение изучить. Ну, может быть, было бы лучше. Человек закрыт в себе, и я не знаю, что делать. Ну, как и вы. Как и вы, вы тоже закрыты в себе. Руки опускаются. Ну, здесь жертвенность. У вас очень чувствуется жертвенность. Вам саму это планшет нужен? Или как? Как? То есть, у меня нет ощущения, что вам нужен планшет. Вот даже у меня через текст нет ощущения, что вы ходите в планшет, и вам для чего-то нужен. Нет ощущений. Есть ощущение, что вы хотите сильно наказать. Есть ощущение, что вы хотите показать свою силу. Но нет ощущения, что вам действительно нужен планшет. Так, парень не плохой, не злой, не агрессивный. Какие-то оценки идут, критерии, категории. Но вот это поведение просто заводит в тупик. Так, психологический грант-тупик. Почитайте, поисследуйте. Вот. Для вас это способ побыть слабой. Вот сейчас вы чувствуете себя слабой. Проблема в том, что слабой себя можно чувствовать всегда, когда хочется, а не только при создании каких-то вот ситуаций. Вам же для этого нужны условия. Вы как бы, как бы разрешаете себе быть слабой. Ну. Так. Уже появилась мысль попросить участкового провести с ним дома без свет. Но, опять-таки, это карательные меры. Честно говоря, страшно. Честно говоря, страшно. Честно говоря, страшно. Страшно то, что вы говорите. Страшно. Так. Насчет вынастоятельности. Совет не актуальный. К сожалению, не уезжает из дома на неделю и более. Оставляет только продукты и деньги на необходимое. В стране не исправляются. А какой мотив? Какой мотив? Вот мотив. Какой, Светлана? Никаких угроз нет. Требований жестких нет. Ну. Есть. Есть, Светлана. Опять же. О. Здесь рациональная история. Это вы считаете, что никаких угроз нет. Это вы считаете, что требований жестких нет. Но я могу с вами не согласиться. Как специалист. Вот сейчас так. В хорошем периоде наших отношений много смеемся и счет. Как бы сын ведет себя с вами, как со своей подругой. Которой мы пренебрегаем. Да? Не как, не как с матерью, а как с подругой. Сейчас пишите сообщения в социальной сети с разными картинками смешные. Ну. Это скорее негатив. Это скорее негативная история. Я очень стараюсь поддерживать именно дружеские и близкие отношения. Еще раз. Вы мать. Вы женщина. Но вы не его подруга. Очень деструктивная история, что вы поддерживаете дружеские отношения с сыном, что вы общаетесь с его друзьями. Очень деструктивно. Вы переносите свою потребность мужчине. Да? И свою потребность быть женщиной. Вот в это. Так. Вместе ходим в магазин, покупаем вкусняшки и т.д. Опять же. Вместе ходите в магазин супер. Угу. Но. Как кто? Понимаете? Как кто? Будет бы все хорошо. Настало появляться непонятное упрямство. Ну правильно. Потому что вы ведете себя как равны. А если вы равны, то можно делать того, что я хочу. То есть. Ну. Сейчас вы. Как? У вас это либо идет жесткая, жесткий оператив, либо равенство. Либо жесткий оператив, либо равенство. То есть. Это не работает так. Эм. Так. При этом хвалю его всегда, никогда не сравниваю, потому что на данный момент просто не с кем. Очень слабый аргумент. Не сравниваю, потому что не с кем. Вы думаете, ваш сын не чувствует, что вы не сравниваете его только потому что не с кем? Что касается похвалы, здесь важно как именно вы его хвалите. Так. Значит. У него в школе нет примера для подражения, а следует, что он умный, но ленивый. У меня в школе нет примера для подражения. Простите, а должен быть? Или вы к чему? Про пример. Пример им ставить некого. Зачем кого-то ставить пример? Ээээ. Самые работы практически каждый день, где гулянок каких-то негативных факторов в доме нет. А вы считаете, что работа практически каждый день это не негативный фактор? И что вы не умеете отдыхать – это не негативный фактор? что вы не умеете расслабляться, это негативный фактор, Светлана. То есть гулянки, понятно, дома, с алкоголем, с незнакомыми мужчинами, это было бы негативно. Но если вы где-то, допустим, проведёте время и придёте, например, в состоянии опьянения, домой, и в этом ничего плохого нет. Понятно, что не часто, но в этом ничего плохого нет. По крайней мере, если сын видел бы, что вы можете расслабляться, сын видел бы, что вы можете отдыхать. Вот, а так у него складывается впечатление, что вы в такой вот креме и совсем справитесь, зачем ему что-то делать. Так, он всегда благодарит за еду, я всегда хвалю его, после того, как он что-то сделал. Нет. Ну, это так не работает. Вы хвалите его за что-то. Хвалить человек, точнее, говорить приятные вещи, ну, это просто так, и вне зависимости от того, что человек делает. В противном случае, это очень нехороший окрас, приобретает. Очень нехороший. На сцене расспроса, она отвечает все нормально. Расспрос, это всегда вызывает желание защититься, не уметь его общаться с ребенком. Ну, это ничего страшного. Психолог вас научит этому делать. Так, я много спрашивала, что происходит, может, я что-то не так сделал. Еще раз, это вызывает только защиту. Может, ему что-то не нравится, даже просила его писать мне записки, если он словами не может говорить. Странно, он отвечает всегда одинаково, если исправлю, по факту это все так же. Ну, и исправить это, опять же, без понимания того, что человеку важно, исправление это по факту, как мертвому припарке. Вот. Так, значит, в школе тоже все хорошо, я разговаривал с его одноклассником, с классом все друзья. Ну, вот, понимаете, об этом я уже говорил. Горос, что он постоянно читает на примерах. А вы почему расспрашиваете про своего сына у других людей? Так, по мере я говорил, еще думаю, что он перечитал, но здесь подобный диагноз. Ну, мы психологи, психологи диагнозов не ставят. Вы ошиблись, Светлана. Конечно, готова проконсультироваться онлайн. Рассказу придется долго, потому что... Так. Ну, что ж, если готовы, выбирайте специалиста, начинайте работать. Если готовы. Работы действительно много, и дело не в рассказе вашим долгом, а дело в вас самой. Изменения нужно начинать с себя. И пока вы свое поведение не измените, ситуация будет такой. На этом все. Я надеюсь, что прямо к вам. Желаю всего самого доброго. И удачи.